Пассажир поезда, идущего со скоростью 40 км в час, видит в течение 3 секунд встречный поезд длиной 75 метров. С какой скоростью движется встречный поезд? Есть скорость поезда, которая движется 40 км в час. Есть время, которое видит пассажир этот поезд, равно 3 секунды. Есть длина поезда, которая равна 75 метров. С какой скоростью движется встречный поезд? Задача вроде бы такая на встречные движения, но я хотел бы немножко ее расширить в пояснении. В второй знак вопроса. Представим себе ситуацию, есть остановка, от остановки движется трамвай с какой-то скоростью В. Пусть это В будет для того, чтобы более предметное было объяснение, 3 метра в секунду. И внутри самого трамвая, относительно его же, движется пассажир с скоростью 1 метр в секунду. Вполне уместен вопрос, с какой скоростью относительно остановки движется сам трамвай и движется пассажир. Уж наверняка скажут о том, что скорость трамвая будет 3 метра в секунду, а вот скорость пассажира по отношению к остановке. Поскольку трамвай движется и пассажир движется, будет равна сумме этих двух скоростей, будет равна 4 метра в секунду. В отношении к остановке он движется быстрее, чем движется. Скорость у него выше, чем скорость трамвая. Давайте посмотрим другой пример. Такой же точный пример, только пассажир будет двигаться в обратном направлении. Вот у нас остановка, и вот у нас трамвай движется с той же самой скоростью, 3 метра в секунду. А вот пассажир движется внутри этого трамвая по направлению к остановке. Не в этом направлении, а в противоположном. По направлению к остановке со скоростью 1 метр в секунду. Поэтому наблюдатель, который находится вот здесь вот в остановке, он видит, что трамвай-то движется с скоростью 3 метра в секунду. Это движется трамвай. А вот пассажир будет двигаться от него в ту же самую сторону, но меньшей скоростью. Почему? Потому что он движется в противоположном направлении. Он будет двигаться со скоростью 2 метра в секунду. Хотя от самого наблюдателя он все равно будет двигаться в этом направлении. В том же самом направлении, что и трамвай, но с меньшей скоростью. Вот у нас, получается, две системы отсчета. Первая система отсчета – это система отсчета. Когда мы ставим систему координат вначале по отношению к остановке, что она вот здесь находится. Вот система отсчета. И она говорит о том, что в данной системе отсчета трамвай имеет скорость 4 метра, пассажир имеет скорость 3 метра. И то эти скорости направлены в эту сторону движения. То же самое с этой системой отсчета. Если посмотрим, это система отсчета здесь – это x, это y. То же самое здесь. Это система отсчета первая, которая является системой отсчета по отношению к остановке. Это x, это x. 1, y, 1. И тут x, 1 и Y, 1. В этой системе отсчета тоже самое, в этой старой системе отсчета, трамвай движется в этом направлении, и пассажир движется в этом направлении, только скорость у него меньше, чем скорость трамвая, несмотря на то, что он движется в трамвае, но движется он все равно в направлении от остановки, но с меньшей скоростью. Теперь, если мы говорим о системе отсчета внутри самого трамвая, напишем это x2 и y2, и здесь тоже самое внутри трамвая, x2, y2. В этой системе отсчета x2, y2 трамвай неподвижный, он имеет скорость 0. Эта система отсчета двигается вместе с этим трамваем, поэтому трамвай сам в этой системе отсчета неподвижен. Зато пассажир имеет скорость 1 метр в секунду. В этой системе отсчета он имеет скорость 1 метр в секунду. А в этой системе отсчета он имеет 4 метра в секунду. Смотрите, все равно он движется, но тем не менее, в зависимости от системы отсчета, он имеет разную скорость. То же самое здесь. Если мы смотрим по отношению вот к этой основной системе отсчета, наблюдатель видит, что трамвай движется вот такой скоростью. Пассажир движется тоже в эту сторону, но с меньшей скоростью. Теперь, если мы посмотрим систему отсчета, что касается самого трамвая. Трамвай будет в ней неподвижен. А вот человек или пассажир, он идет в обратном направлении со скоростью 1 метр в сетей. Как это получается? Получается, для того, чтобы мы узнали направление и узнали, с какой скоростью движется пассажир, в той системе отсчета, получается, что вот эта система отсчета движется вместе с трамваем. И то же самое, эта система отсчета движется вместе с трамваем. Для того, чтобы узнать, какая реальная скорость этой системы отсчета, зная скорости, которую видит пассажир, первой системы отсчета, мы должны от скорости пассажира в этой системе отсчета отнять скорость системы отсчета. В данном случае система отсчета вторая у нас это 3 метра в секунду. Мы должны от скорости пассажира, первой системы отсчета, вот пассажир, минус скорость трамвая. Получаем тогда скорость внутри самой системы отсчета второй. Но необходимо это дело сделать не просто алгебраически, а для того, чтобы получить полную картину, каким образом будет выглядеть и скорость ее модуль потом можно рассмотреть, это нужно сделать векторно. И посмотрите, как получается. Вот у нас есть скорость пассажира в основной системе отсчета. Скорость векторная отнимаем в скорость системы отсчета. Вот она, 3 метра в секунду. Буду рисовать не здесь, а буду рисовать рядом, для того, чтобы не загромождать рисунок. А как отнимается скорость? От скорости как отнимаются вектора? Для того, чтобы отнять вектор, нужно провести результирующий вектор, концы, вот начало вектора и вот конец. Получается так, чтобы отнять нужно вектор, который мы отнимаем, ставим конец, и результирующий вектор будет выглядеть таким образом. Концы результирующего вектора и от того, что мы отнимаем, будут совпадать. Обязательно должны совпадать. Если мы отнимаем вектор один, вот этого вектора отнимаем, вот этот вектор, результирующий вектор будет совпадать в конце. Начало вектора, результат будет совпадать с концом вектора, который мы отнимаем. Мы видим в данной ситуации вектор направленный человека, который идет в эту сторону, внутри самой системы отсчета, и он имеет какую-то определенную скорость. Мы имеем векторное направление. Теперь давайте посмотрим, как здесь будет выглядеть. Если мы от вектора, который имеет пассажир, вот это вектор пассажира, отнимем вектор системы отсчета. Вот вектор системы отсчета. Вот система отсчета. И результирующий вектор должен совпасть концами вот здесь. Это вектор пассажира. Это скорость трамвая. Он будет направлен вот так. Я не буду рисовать их друг на друге, потому что видно не будет. Но считайте, что вот этот вектор будет идти четко по этому направлению. Если мы от вектора пассажира отнимем вектор трамвая, мы получим вектор результата, причем он будет иметь как модуль, так и будет иметь направление. В данном случае это приводит к той мысли, что если вы хотите видеть скорость вот в таком виде, сейчас посмотрим эту задачу, тогда получается, что от вектора скорости пассажира мы должны отнять... Система отсчета пассажира у нас известна, поэтому если есть вектор скорости другой, мы должны от того вектора отнять вот эту систему отсчета, где находится пассажир. В данном случае давайте вот что посмотрим. Есть поезд, где находится пассажир, движется в эту сторону, скоростью V равно 40 км в час. Мы считаем, что вот это является системой отсчета. Вот это является системой отсчета. И если второй поезд идет в противоположном направлении, вот сюда, скажем так, Vx, так там нам нужно от Vx отнять вот эту систему отсчета. Мы считаем, что пассажир стоит в новой системе отсчета. Как это будет выглядеть? От Vx теперь нужно отнять значение системы отсчета, где находится пассажир. Если у нас Vx вот так направлен, неизвестная скорость, а система пассажир находится в этой системе отсчета, которую мы взяли за основную, результирующая скорость будет выглядеть. Этого поезда по отношению к этому поезду будет выглядеть вот таким образом. И коль они идут два параллельным путем, так будет равна вот эта результирующая скорость. Вот она начинается и заканчивается искомой Vx. Или во второй, у нас во второй мы этого V2 обозначили. А вот эта V равно 40 км в час. Она будет равна сумме скоростей, которые имеет встречный поезд, плюс еще система отсчета, которая здесь. То есть любое какое-то движение в этом внутри, если, например, мы хотим иметь какие скорости здесь находятся, может кто-то переходит и так далее. Для того, чтобы иметь реальную скорость по отношению к этой системе отсчета, мы должны отнять показатель этой скорости, отнять вот эту скорость, именно вектор. С таким рассуждением мы подошли к тому, что нам вот эта скорость, которую видит пассажир, она равна сумме скоростей, скорость самого поезда, на котором едет пассажир, плюс скорость еще известная, скорость встречного поезда. И V результирующая у нас будет равно V2 плюс V по модулю, потому что они находятся в одинаковом направлении. Это нужно сложить для того, чтобы получить результирующий вектор. Можно так записать, что результирующая скорость будет равна V2 скорость плюс вот эта V1 чисто по модулю. А направление этой результирующей скорости будет в эту сторону. И мы знаем о том, что расстояние, которое он видит вот этой 3 секунды, S равно это расстояние, которое видит умножить на вот эту результирующую, и равна результирующей скорости умножить на t. Будет равно в скобках v2 плюс v1 умножить на t. Нам известно скорость, известно время. Можем определить отсюда, чему равно v2. Давайте запишем это здесь. То есть s у нас будет равно v результирующей умножить на t и равно в скобках v1 плюс v2 умножить на t. Итого открываем скобки и получаем v1 на t плюс v2 на t. Нам нужно найти v2. Преносим v1 в эту сторону на t. Будет тогда s минус v1 умножить на t равно v2 умножить на t. Отсюда v2 равно, понятно, в знаменателе будет t, внизу s, отнять v1 умножить на t. Поскольку у нас тут в секундах все это дело выглядит, давайте переведем v1 тоже, чтобы у нас было секунды, потому что как-то будет проще. И будет метр и секунды, чтобы было одинаково. Поэтому напишем так. v1 равно 40 километров в час. Равно. 40 километрами меняем на метр. Километры будут 1000 метров делить на час на 3600 секунд. Итого можно это будет вот так вот сократить. Будет равно 400 делить на 36 метров в секунду. Можно сократить часть. Но давайте сократим так сходом. Посмотрим, как это будет выглядеть. А, еще давайте сюда подставим сразу, чтобы вот это выражение получить. И троечку туда учтем. v1 умножить на t будет равно 400 метров умножим на 3 секунды и делим на 36 секунд. Итого можно секунды сократить. Сократить 36,3. Тут будет 12. 12 можно тоже сократить, скажем так, на 4. Здесь будет 100, а тут будет 3. Будет равно 100 третьих метров. Теперь вместо этого выражения подставим значение s и подставим 103 метров. Получаем v2 равно 75. Все у нас в метрах получается. Отнять 100 третьих метров и делить на 3 секунды. Давайте метры вынесем за скобки, чтобы они нам не шали уже на числителе. Можем так написать 75 минус 100 третьих. Здесь напишем метры вверху, внизу напишем 3 секунды. Метры на секунду мы получим уже. Сведем к общему знаменателю. Здесь будет тройка вверху. 225 минус 100 вверху. Внизу метры, внизу 3 секунды. Итого получается. Тройку можно опустить вниз. Итого получается 125. Рассчитаем уже полностью, чтобы оно было так. Понятно. 125 вверху метры, внизу 3 секунды. Тройка опускается вниз. 125 метров остается сверху. 125 метров делим 3 на 3 секунды. То есть получается 125 метров делим на 9 секунд. Итого мы получаем приблизительно 13,8 метра за секунду. Давайте сразу посмотрим это в метрах за секунду. Давайте посмотрим, что это будет в километрах в час. V2 у нас равно. Возьмем это значение. 125 метров на 9 секунд. Итого 125 метров можем заменить на километр. Итого получим. 125 километры в тысячу секунды. Это будет 9 умножиться на час на 3600. Вверху 125 километров делится на тысячу. На 9 на часы и на 3600. Здесь что можно сократить? Два нуля здесь сокращаем. И здесь два нуля сокращаем. 9 и 36 можно сократить? Можно. Тут будет 1, тут будет 4. И то равно. 125 умножим на 4 и делим на 10. Это получается километр в час. Получается 500 делим на 10. Получается 50 километров в час. В данных задачах, которые рассматриваются на встречное движение. Если фиксируется направление такое, что пассажир какой-то видит встречный поезд, который пролетает мимо него. Необходимо векторно отнимать скорость. Отнимать его. Когда они векторно отнимаются, тогда результирующие направления. Причем от того, который следует, скорости нужно отнимать ту, которая является вроде как системой отсчет. Мы когда отняли, мы получили двойную скорость. И получили суммарно модуль этого вектора. Равен сумме длины этих векторов. Потому что они направлены в одном и том же направлении.